По-русски она звучит так. После Малой Ектении хор поет третий антифон «Евангельские блаженства». По-русски она звучит так. По-русски она звучит так. По-русски она звучит так. Вход в алтарь священнослужителей с Евангелем называется Малым Входом, в отличие от Великого Входа, который совершается позже на Литургии Верных. Малый Вход напоминает верующим первые явления на проповедь Иисуса Христа. Малый Вход Малый Вход Читается апостол, надлежащий в этот день отрывок из апостольских посланий. И далее отрывок этого дня из Евангелия. Во время чтения Евангелия, как бы внимая самому Господу Иисусу Христу, следует стоять с преклоненной головой, внимательно и благоговейно слушать Слово Божие. Отвлекаться в эти минуты, тем более ходить, недопустимо. После чтения Евангелия, на сугубо ектинии, ектинии об умерших, поминаются по запискам родные и близкие, молящихся в храме верующих. За ними следует ектиния об оглашенных, словами оглашенные из идите, литургия оглашенных заканчивается. Начинается литургия верных. Так называется третья часть литургии. На ней должны присутствовать только верные, то есть крещённые. Поётся херуимская песнь. По-русски она звучит так. Мы, таинственно изображая херуимов и воспевая тресвятую песнь Троицы, дающей жизнь, оставим теперь заботу о всём житейском, чтобы нам прославить царя всех, которого невидимо ангельские чины торжественно прославляют. Аллилуйя! Пение херуимской песни при открытых царских вратах совершается в подражании ангелам, непрестанно словословищам небесного царя. С пения херуимской начинается величайшая сокровенная часть литургии. Верующий с благоговением внимает службе. И диакон совершает кождение. Священник в тайной молитве просит Господа послать Святого Духа Своего, настоящих в церкви людей, на предложенные дары, чтобы Он осветил их. Священник в тайной молитве. В эти великие святые минуты дары становятся истинным телом и кровью Спасителя, хотя остаются по виду такими же, как и прежде. Священник в тайной молитве. чтобы причащающиеся укрепились во всяком добре, чтобы им простились грехи, чтобы они приобщились к Святому Духу и достигли Царствия Небесного. Священник вспоминает святых и особенно Пресвятую Деву Марию. Изрядно, о Пресвятей Пречистей, Преблагословений, Славней Владычице нашей Богородице и Преснодеве Мари. Славней Владимире Мари. Священник провозглашает попросить Владоку с дерзновением, то есть смело, как дети, просят Отца призвать Небесного Бога Отца и молиться всем храмом. Здесь все верующие поют молитву Отче наш, единственную молитву заповедную нам с самим Господом Иисусом Христом. Эту молитву также, как и символ веры, обязательно должны знать наизусть православные. При возгласе диакона вонмем, завеса царских рад задергивается в напоминании о камне, который был привален ко гробу Господню. Священник, поднимая над дискосом святой Агнец, громко возглашает «Святая святым». То есть святые дары могут быть преподаны только святым, значит верующим, осветившим себя молитвой, постом, таинством покаяния. Сознавая свое недостоинство, верующие отвечают «Един свят, един Господь, Иисус Христос, во славу Бога Отца, аминь». Вначале причащаются священнослужители в алтаре. Священник разламывает на четыре части Агнец так, как он был надрезан на проскомидии. Часть с надписью «Иисус» опускается в чашу. Туда же вливается и теплота, то есть горячая вода, в напоминании о том, что верующие под видом вина принимают истинную кровь Христову. Другая часть Агнца с надписью «Христос» предназначена для причащения священнослужителей, а части с надписями «Ни» и «Ка» для причащения мирян. Эти две части разрезаются копьем по числу причащающихся на мелкие части, которые опускаются в чашу.